Так вот, сколько раз сюда приезжают? Да сколько бы мне хотелось бы приехать сюда. Почему? Мне здесь нравится, потому что торговый ряды на автомобилистов, рынок на автомобилистов, мы вам показали, как сюда приехать. И в павильоне «Строю уралоп» на вас деньги не делаются, потому что, ну, понятно, да, у человека есть все нормально, он для себя делает, и хозяйство, и все остальное. А для чего ему делать деньги на вас? И это неправильно. Приезжаете сюда, берете себе все то, что нужно, по вполне дешевой цене. А вот как сюда заехать? Компьютерная графика для вас. Достало, честно, но понять-то надо. Место нормальных цен или даже смешных цен, и это ни дом и ни строй рынок. Нормальные цены – это там, где все дешевые магазины, и куда они перебрались. В свое время их кинули, они и не разорились, и приехали на север. Торговые ряды на автомобилистов, и цены ниже, и товара много. Конечно, сюда приехали и кренделя с запчастями, но мы-то знаем, где дешевле всех. И два павильона – 49 и 50. Заедьте, приедьте, посмотрите. Честно, ну, кроме трех бензиновых косилок, весь свой инструмент для дома я купил здесь. Слушайте, я просто балдею от ваших цен. Они такие низкие? Да, действительно, они очень низкие. Посмотрите. То есть, все то, что мне бы хотелось и для строительства, тоже здесь есть? Тоже есть. Вы здесь все можете найти, чтобы закончить свой дом, достроить. Но даже если у нас здесь нет, у нас есть склад, и действительно там есть все. А через сколько? Вот мне бы хотелось знать, через сколько мы все это можно привезти? Да тут же. И это быстро, и это супер, и это для вас. Для вас, магнитогорцы и гости города. И вот про цены. Специально для вашего внимания заостряю такая штука, как пеносил. Это пеномонтажная. Пеномонтажная может вам пеной монтажной обволочь. Так сколько это вам обволокется? Смотрим. От 65 до 70 литров. А цена вопроса получается 199 рублей. Найдите где-то подешевле. Кстати, сейчас мы говорим о том, что можно сделать маленькие дома. Представляете, да? Листы полистиролов здесь берете, вниз кладете, а потом вот одной такой штучкой и вам хватит. Ога. Вот такая цена по вот такой цене. Кстати, для тех, кто пеной другой пользуется. Попробуйте. Поймите сами. Хороший втюф. Втюф, сын мой, говорит. Втюф. Он еще не понимает, как это делается, но уже понимает, из чего это делается. Это втюф. То есть берешь электричество и что-нибудь с него преобразуешь. Так он говорит про электроинструмент. Электроинструмент. Вы, кстати, его можете приобрести со скидкой. Вот, представляете, вот такую фигню притащили. Что-то такое вообще непонятно, да? Наверное, лобзь какой-то. А, вот, циркулярная пила. Даже эта была отрезана. Принесли, сдали ее сюда. И купили себе со скидкой замечательный электроинструмент. Вот. Осталось задать вопрос и моему дяденьке, и вообще. То есть помните, да, старые, древние эти, сварочные аппараты. Принесите, возьмите новый. А вот теперь и это удалось. Ну, закатали инструмент. Ну, нету желания ждать. Да и не надо. Привезли сюда старье, грустное. В раз поменяли и продолжаем строиться. Кстати, как показала практика. Тот, кто не строит, получает дулю. В смысле, то, что надо строить. А лучше дом. И это вам принесет большую радость и здоровье. Факт налицо. Земля же вас кормит. И вам необходимо понять, как сюда заехать. Я вам показываю это и использую компьютерную графику. Торговые ряды на автомобилистов. В смысле, рынок на автомобилистов. И павильон. 50 и 49. То есть, это вот угол в этой части. Для чего вам необходимо сюда приехать? Как я уже сказал в начале сюжета, это низкие цены. Во-вторых, все те, у кого был старый электроинструмент, могут сюда его привезти и сдать. Тоже. И получить отличный инструмент. Как я это сделал. Как сделаете это вы. И вообще поймете о том, что вместе с этим павильоном строиться как-то проще.